Есть число 35, число 1, число 0. Еще есть число 15, число 0, число 1. Верхнюю строчку обозначим буквой А, а нижнюю строчку обозначим буквой β. И вычтем два раза нижнюю строчку из верхней. Понятно, что в таком случае мы пишем здесь α-2β, здесь пишем β и переписываем наши, здесь будет 5, здесь будет 1, минус 2. А строчка β не изменилась. Здесь 15, здесь 0, здесь 1. Дальше понятно, что разумно вычесть три раза верхнюю строчку из нижней. То есть верхнюю строчку не меняем. 5, 1, минус 2. А здесь у нас будет 0, здесь будет минус 3, а здесь у нас будет 7. Итак, верхнюю строчку три раза читаем. Здесь будет α-2β, а здесь будет минус 3α плюс 7β. Согласны? Что такое число 5? А очень просто. Число 5 выражается как α-2β, где α это 35, и β это 15. И число 5, это наибольший общий делитель чисел 35 и 15. Мы взяли два произвольных натуральных числа. Ну, в данном случае для простоты 35 и 15. И дальше рядом с ними написали единицу и нолик. А рядом с 15 написали нолик и единицу. И дальше делают такие преобразования. Из строчки почитают другую несколько раз. Называется алгоритм не в клинах. Вот смотрите, из 35 можно вычесть два раза число 15. Вот мы это и делаем. То есть пишем α-2β. Или из числа 15 можно три раза вычесть 5. В конце концов, одно из этих чисел становится равным нулю, а другое становится равным наибольшему общему делителю. Ну, понятно почему, да? Потому что при этих операциях наибольшему общему делителю двух чисел просто не меняется. 1876 и 365. То же самое. Единица нолик. Нолик единица. Здесь вот будет буква α. здесь β. Как устроена работа? 1876. Это 5 умножить на 365 плюс 51. Здесь будет написано по-прежнему число 365. Здесь будет 0. Здесь единица. Соответственно здесь альфа минус 5 β, а здесь β. Сделал один шаг алгоритма их клина. Из числа 1876 вычли 365 до 5 раз. Хорошо. Теперь на самом деле все понятно. 365. Сей раз можно вычесть число 51. Поэтому давайте так пишем. Верхнюю строчку не меняем. Здесь будет 1, здесь будет минус 5. Вычитаем 7 раз. 357 вычитаем. Здесь будет 8. 8. Минус 7, потому что 7 раз вычитаем. А здесь будет 36. Соответственно альфа минус 5 β. Здесь будет минус 7, плюс 36 β. Что? Альфа конечно. Да, ребята, между прочим, если приглядеться, становится понятно, что вот эти вот альфа и бета, это просто что называется для красоты. Потому что на самом деле вот смотрите. Альфа минус 5 β. Минус 7 альфа плюс 36 β. Фактически вот эта вот матрица, это и есть те самые коэффициенты. Поэтому я мог бы их не писать. Но с другой стороны, может быть вам приятнее, когда так написано. Так, теперь надо вычитать 6 раз нижнюю строчку изверх. Так, 48 вычитаем, будет 3. Здесь будет 8. Когда 6 раз вычитаешь, здесь будет 43. 6 раз вычитаешь, это будет ужас. Это будет минус 221, мне здесь говорят. Потому что 6 на 36, 216. И 5, да, 221. Здесь будет 36. То есть формула, и вот такой формулы, это написано так. 43 альфа минус 221 β, а здесь, соответственно, минус 7 альфа плюс 36 β. Господа, на самом деле недолго осталось. Потому что теперь надо верхнюю строчку оставить без изменений. Это 343 минус 221 и вычесть ее 2 раза из нижней. 2 раза, значит, это будет 86 и 7, это будет 93. Да, конечно, с минусом, потому что здесь был минус, и мы вычитали. Теперь еще здесь 2 раза вычитали. Значит, 442 и 36, это будет 478. Так, хорошо. Ну, ладно, уж выпишу, конечно, но, наверное, уже всем надоело, да? Минус 221 β и здесь минус 91 альфа плюс 478 β, если угодно. Так, недолго осталось. Вычитаем из верхней строчки нижнюю. Здесь получается единица, здесь получается 136, по-моему, да? Вот, здесь получается, извините, подсмотрю. Что? У вас минус 91 альфа, а у вас что у минус 93? Так, потому что 93. Спасибо. Так, ну здесь действительно будет 93. Да, так, интереснее, что будет здесь. 699 минус 699, а эта строчка остается. 2 минус 93, 478. Хорошо. Верхнюю строчку оставляю. И теперь надо ее два раза вычесть из нижнюю. Здесь получается 0, а тут получается минус 365. 355, а тут получается 1876. И, соответственно, здесь 136 альфа минус 699 β. Здесь минус 365 альфа плюс 1876 β. Так, ну что, господа, теперь вопрос, есть ли какая-нибудь, что называется, закономерность у этой таблицы, и что называется, сравните то, что было здесь, и здесь, конечно, длинное вычисление. Сравните, здесь я смело написал, 5 это наибольший общий делитель. Так вот, здесь приглядеться, то есть здесь то же самое. Единица это наибольший общий делитель. Вот честное слово, единица это наибольший общий делитель. Теперь давайте подумаем, наибольший общий делитель чего? Понятно, чего? Числа 1876 и числа 365. 1876 и 365. Это понятно. Теперь смотрите, единица, ведь получается вот по такой формуле. 136 альфа минус 699 β. Замечательно. А что такое, собственно говоря, альфа? Альфа это была вот такая строка. А что такое β? Вот такая строка. Что значит 136 альфа минус 699 β? Это очень просто. Это значит, что если мы возьмем 136 раз число 1876 и вычтем из этого 699 раз число 365, то мы получим единицу. Кстати, у кого есть калькулятор? Здесь 156 и 365. Замечательно. Так, господа, согласны, что правда единица родится, да? Нет, вообще-то мы это доказали. Вообще-то мы это доказали. Потому что все время, все время у нас это что-то поддерживалось. Числа становились меньше, а вот этот вот факт, что число вычисляется по такой форме, он поддерживался. И, соответственно, когда мы здесь дошли до единицы, ну, естественно, да вот. А теперь обратите внимание на такую забавную вещь. Когда мы здесь дошли до единицы, то странным образом здесь получилось минус 365, а здесь получилось 1876. Интересно. Это случайно или так всегда будет? То есть, смотрите, вот мы работали, работали, работали. И когда мы здесь вот писали, числа были, ну, скажем так, достаточно случайные. То есть, там, не знаю, какой-то там, 1, 5, 0, 1, 43, 221, 7, 36. Не очень понятно, какие были числа. А в конце, когда здесь получилось единицы и ноль, вдруг эти числа стали 365 и 1876. Интересно, как было здесь? Вот здесь вот у нас было минус 3 и 7. А, между прочим, тоже, тоже, интересно, интересная штука. Вот если на пятерку их умножишь, то это как раз и получатся исходные числа. Вот было бы интересно понять, почему всегда будет так. То есть, вроде бы, мы, может, как-то играли с числами. Тут у меня, что значит игра? Эта игра известна с времен Евклида. Это знаменитый алгоритм, один из самых-самых начальных математиков, один из самых простых и самых важных. Алгоритм для поиска наибольшего общего делителя. То есть, алгоритм Евклида. Вот. Его, конечно, обычно рассказывают по-другому, но мне кажется, что в таком виде он тоже вполне симпатичен. Потому что мы тут взяли два числа, все время их переписываем, и при этом вот еще поддерживаем, пишем такую матутцу. Вот вопрос. Почему в конце, фактически, в нижней строке мы вернулись к тем самым числам, с которых начали? Если наибольший общий делитель равен единице, то оказывается, что у нас, собственно говоря, произошло возвращение к тем самым числам. Начали с того, что написали эти числа в столбец, они были в виде столбца. Работали, 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 и они почему-то оказались в виде строки. Посмотрите, 0 равен минус 365 альфа плюс 1876 бета. Да. Если подставить альфа и бета те числа, то там будет 0 это минус 365 умножить на 1876 плюс 1876 умножить на 365. Да. Если у них есть наибольший общий делитель, то на него можно разделить. Смотрите, вот здесь мы уже поверили, что единица равна вот этому выражению. В качестве альфа и бета надо взять именно 1876 и 1876, да. Аналогично и для нижней строчки. Для нижней строчки должно быть равенство 0, да. 0 равен минус 365 умножить на 1876 плюс 1876 умножить на 165. Это равенство, конечно, верно. Но вопрос, почему в этой строке не могли оказаться эти числа с каким-то коэффициентом? А потому что матрица, которая у нас здесь все время получается, это на самом деле не любая матрица. Сюда их посмотрим. Мы начали с так называемой единичной матрицы. Преобразование, которое мы все время совершали, такое было. Из какой-то строки, с каким-то коэффициентом вы читали эту другую строчку, да. Или из нижней верхней, или из верхней нижней. Так вот, в конце у нас здесь получился 0. Здесь какие-то числа. Вот давайте вот это число обозначим временно х, вот это временно обозначим у. И чтобы здесь получился 0, должно быть такое равенство. Минус х умножить на 1876, потому что это у альфа, вот самый первый, плюс у умножить на 365 должно равняться 0. Х и у – целые числа. Кстати, что это означает? Что х умножить на 1876 – это минус у умножить на 365. Значит, если они взаимно простые, то получается, что это могла бы быть та вот эта пара, только умноженная на что-то, да? И вот это не могла быть она умноженная на что-то. Потому что у матрицы, с которой мы имеем дело, есть одно замечательное свойство. У нее определитель всегда равен единице. Давайте я на всякий случай быстро не объясню, что такое определитель. Вот если у нас есть 4 числа, написанные в виде какой-то мычки. Представьте себе, какие произвольные 4 числа. А, В, С, Д. То по определению, определителям матрицы называют вот такое число. А, Д минус, Б, С. Отлично. Что мы делали? Мы делали простую штуку. Вы читали несколько раз верхнюю строчку из нижней. Или наоборот, вы читали несколько раз нижнюю строчку из верхней. Это что такое? Это или матрица А минус К, С, В минус К, Д. А здесь остались те же самые С и Д. Или такая матрица. Наоборот, А и В остались. А здесь С минус А, К, А здесь Д минус К, В. Так вот, если вы просто выпишите вот это выражение, посмотрите, что будет. А минус К, С умножить на Д, минус Б минус К, Д умножить на С. Раскройте скобки, вы получите А, Д минус К, С, Д минус Б, С плюс К, С, Д. Минус К, С, Д и плюс К, С, Д исчезнет. Останется тот же самый определитель. И здесь ровно то же самое. А умножить на Д минус К, В минус Б умножить на С минус А, Х. Раскрывая скобки, получается А, Д минус К, А, В минус Б, С плюс К, А, В. К, А, В опять исчезает. Останется определитель все время один и тот же. А если он все время один и тот же, значит, как он был в начале равен единице, так он всегда и будет равен единице. А если бы у нас там получилась какая-то другая строка, то это означало бы, что определитель изменился, а так не было. Алгоритм Евклида у вас будет встречаться в самых-самых разных ситуациях, но мне кажется, что, что называется, в таком виде он тоже симпатичный.